Сегодня, девчонки, мы с вами поговорим о том, как все-таки подобрать площадку, на что ориентироваться при подборе площадки. Я думаю, что останавливаться отдельно мы не будем на том, что начать подготовку к свадьбе нужно с чего? С подбора площадки, либо с разработкой концепции, если у вас позволяет бюджет. Потому что все-таки площадка съедает значительную долю бюджета, поэтому тут либо одно, либо другое, либо в купе. Я вижу, что многие девчонки пишут мне о том, что вот у нас свадьба запланирована на 2019 год, вот нам все нравится, все здорово, у нас небольшой бюджет. И мы планируем сделать свадьбу на полянке, в шатре, на веранде и так далее. И у меня, естественно, тут же идет ответная реакция, потому что я понимаю, что при выборе площадки нужно ориентироваться не только на то, что находится вокруг площадки. Не только на то, что какая красивая природа, какие красивые близлежащие какие-то места, где можно сделать выездную регистрацию. Но все-таки стоит еще ориентироваться прежде всего на то, какой у вас бюджет на это заложен. Потому что когда девчонки выбирают тот же самый шатер и пишут мне о том, что у нас очень маленький бюджет на декор, я понимаю, что, слушайте, ну если у вас совсем нет бюджета на декор, то шатер это не ваш вариант, понимаете? Ну я уже говорила, да, что шатры в принципе немножечко уже уходят в прошлое, но если очень хочется сделать свадьбу в шатре, то нужно понимать, что шатер это большой белый купол. Чаще всего это купол 200, там от 200 до там 500 квадратных метров. Это большое очень пространство белоснежное, которое нужно чем-то заполнять. Там нет никаких-то маленьких деталей, там не на чем абсолютно остановиться глазу и чтобы хоть какое-то дать заполнение в этом шатре, нужно реально вложить очень большой бюджет вот в этот шатер. Это реально нужно понимать, бюджет на декор я имею ввиду, да, это реально нужно понимать, потому что если у вас нет бюджета, если вы планируете оформить только какую-то одну зону, например, там зону выездной церемонии, да, и в шатер вообще ничего не вкладывается. Или зону президиумную, то вы же понимаете, что это будет просто капля в море, это совсем не будет видно. Или если планируете сделать какой-то минимализм, поставить какие-то маленькие баночки там и так далее, то опять же это будет капля в море, это будет совершенно незначительный декор и его совершенно будет незаметно. Только вблизи при хорошем глубоком рассмотрении. Поэтому если все-таки бюджета нет на свадьбу, если бюджета нет на декор, если вы понимаете, что есть ограничения, то это должна быть не шатровая площадка, то лучше все-таки уйти на площадку, где есть уже какие-то детали. Это может быть ресторан, это может быть лофтовая какая-то площадка, где уже есть какие-то полочки, да, есть какие-то там детальки, статуэточки и так далее, и так далее. Есть за что зацепиться глазу, в общем-то. То есть ты изначально приходишь, ты понимаешь, что там уже что-то есть, там уже на чем-то можно остановить свой взгляд, на что-то можно посмотреть, что-то можно порассматривать. И это очень здорово. И при грамотном распределении бюджета и грамотном вложении бюджета в декор можно сделать действительно красивую, приятную атмосферу, красивую, приятную обстановку. Ну, далеко ходить не надо, знаете. Заходишь, не знаю, на любую кухню, да, где стоит какой-нибудь большой стол, вы понимаете, о, какой стол стоит большой на кухне, да, как здорово, какой огромный стол. Этот же стол вынести и поставить куда-нибудь в шатер, этот стол будет казаться крошечным, прям, крохотулечным, это абсолютно ничего. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Когда выбираем площадки с нашими парами, мы все-таки ориентируемся на то, чтобы уже изначально площадка была какая-то интересная. И уже изначально место, где мы будем проводить наши мероприятия, было бы какое-то интересное. Конечно, если бюджет не ограничен, если денег много на свадьбу, на декор, ну, тут и обсуждать нечего, в общем-то. Пожалуйста, можно поехать в поле, можно развести какую угодно площадку, можно построить какие-то прекрасные конструкции из стекла, из дерева, да из чего угодно. В общем-то, в поле, в лесу, где угодно. Если же мы понимаем, что нет бюджета, то выбирайте, повторюсь, площадку, ресторан, где есть детали, ресторан, где есть уже мебель, ресторан, где есть какие-то полочки, ресторан, где есть какой-то декор. Ресторан, который не будет из вас вытягивать большие бюджеты на то, чтобы сделать этот декор. Опять же, веранды, тоже вы должны понимать, веранды разные. Но в основном это тоже такие пространства очень незаполненные. И в любом случае, если хочется из этой веранды сделать конфетку, если хочется, чтобы было что-то интересное, красивое, то действительно стоит задуматься о том, чтобы вложиться в декор, вложить бюджет какой-то. Хотя, например, в феврале месяце у нас будет мероприятие на веранде, но веранды там довольно-таки заполненные. То есть там есть какие-то мелочи, там есть какие-то детали. И изначально, когда мы просматривали эту площадку, мы смотрели на то, что, слушай, вот это, вот это можно здесь использовать, это можно здесь использовать. То есть есть уже какие-то детали, за что мы можем зацепиться, что мы можем использовать в нашем декоре с минимальными потерями, так скажем, для наших молодоженов, чтобы им не пришлось вкладывать огромные бюджеты на то, чтобы привезти это все на эту веранду, если бы она была полностью пустая. Я знаю, что есть города, где в принципе нет красивых ресторанов, есть, ну вот какие-то, либо обычные рестораны, либо там рестораны, в котором делают все, там из года в год делают свадьбы. И ребята говорят, да мы не знаем просто, где можно сделать. Вот у нас есть вот этот вот единственный ресторан, больше у нас ничего нет. И показывают мне фотографии этого ресторана, а этот ресторан там какой-то конференц-зал. Да, есть и такие залы, безусловно. Напишите, если в вашем городе нет красивого ресторана, мы просто сейчас с вами это обсудим. И можно решить, что в итоге можно сделать, чтобы получилось действительно что-то достойное. Так вот, я знаю, повторюсь, да, города, где нет красивых мест, где нет ресторанов с каким-то заполнением. Если мы говорим про большие города, про мегаполисы, то нам с вами, конечно, проще, потому что в мегаполисах все-таки много симпатичных площадок, много симпатичных мест, где можно сделать действительно красивую, уютную свадьбу, красивое, уютное мероприятие без колоссальных вложений в декор. Но это не шатры, повторюсь, не какие-то открытые площадки, потому что, ну, я думаю, повторяться не буду, я думаю, что вы и так все поняли. Про конференц-залы. Буквально недавно мы разговаривали с одним декоратором и обсуждали вот эту вот насущную проблему, тему того, что во многих городах России нет красивых залов. И декоратор мне показывала историю того, как они делали, переделывали с своей командой, с командой декораторов, переделывали этот зал под совершенно другой зал. И дорого ли это стоит? Да, это стоит дорого. Безусловно, переделать зал стоит дорого, но это в любом случае дешевле, чем построить на полянке, на открытом воздухе какой-то новый зал. С другой стороны, с другой стороны, опять же, если очень грамотно обыграть, но здесь обыграть то, что есть, можно сделать красиво, здорово, интересно. Но, но, очень важный момент. Если вы понимаете, что в вашем городе нет декоратора, который может переделать зал, может сделать что-то интересное, обратитесь в города, в которых эти декораторы есть. Очень многие реально боятся обратиться в какой-то крупный город. Буквально недавно нам написала девушка, которая живет в небольшом городе, она говорит, вы знаете, я просто даже боюсь спрашивать, сколько это может стоить. Я даже боюсь спрашивать вообще, в принципе, можно ли, допустимо ли такое, чтобы ко мне, в мой город приехал отдельный организатор, команда декораторов. Я даже боюсь об этом спрашивать. Я могу вам сказать, что это абсолютно нормальная вещь, и это практикуется, и декораторы выезжают в другие города, для них всегда это интересно, это новый опыт, это первое. Второе, для них это портфолио, они могут показать, как они переделали, как они сделали какую-то новую интересную картинку. Но когда это в команде с организатором, команде с фотографом, команде с видеографом, когда каждая сторона заинтересована, то здесь даже обсуждать нечего. Безусловно, это интересно, поэтому в другие города декораторы прекрасно выезжают и делают какие-то колоссальные, потрясающие конструкции и так далее. Если, повторюсь, у вас нет бюджета в то, чтобы сделать что-то такое колоссальное, глобальное на вашем мероприятии в качестве декора. Почему я обращаю особое внимание на декор? Потому что я вижу очень много сообщений, личные сообщения ко мне приходят в комментарии, когда девчонки пишут о том, что у нас такой бюджет, мы готовы потратить на ведущего вот столько, мы готовы потратить на площадку вот столько, а на декор у нас вот такой вот минимум. На площадку мы выбираем вот такой вот. И я понимаю, что это будет плохо, это будет провал уже на этапе неправильного мышления. И чтобы это избежать, я решила с вами поделиться вот этими мыслями, чтобы вы на этапе подготовки уже это знали. Следующий момент, на что действительно стоит обратить внимание и о чем многие молодожены не знают. И для них, конечно, это большой шок, когда организаторы начинают им об этом говорить, это освещение. Освещение действительно очень важно. Что я вообще подразумеваю под освещением? Это не светомузыка, которая играет, которая там сверкает и так далее. Нет, это совсем другая история. Освещение это то, что создает объем. Освещение это то, что в принципе из чего можно создать картинку. Кстати говоря, многие проекты как раз-таки в конференц-залах, когда зал практически невозможно переделать, когда это просто обычный конференц-зал, создается и делается очень интересным как раз-таки благодаря правильному освещению. Благодаря тому, что привозятся дополнительные конструкции со светом, со световыми приборами, дополнительно подсвечивается каждый стол. Стол гостей, подсвечивается дополнительно стол молодоженов. И благодаря этому создается объем. Благодаря этому в принципе создается картинка. Вплоть до того, что благодаря этому можно вообще в принципе поменять цвет даже зала. Можно из белого зала сделать его там каким-нибудь красным, розовым, зеленым, голубым. да неважно каким, из синего зала тоже точно так, совершенно разными цветами, и все это благодаря освещению. Освещение реально играет очень большую роль, да вот, да я не знаю, опять же, далеко ходить не надо, вот я сейчас с вами сижу, у меня включена лампа. Вот смотрите, я сейчас выключу эту лампу, но при условии того, при условии, что у меня здесь еще есть дополнительное освещение, и в принципе, это дополнительное освещение, оно дает в принципе довольно-таки хороший свет, но вот предположим, вот этого дополнительного освещения не будет, и вот эту лампу я выключу, ну и будет как-то так. Вот сравните, да, вот этот цвет, это просто обычная люстра, у меня сейчас горит, и я бы с вами общалась вот как-то так, а теперь мы возвращаем все на исходную позицию, и вот такой свет. Ну, это, знаете, так на пальцах, как говорится, на пальцах, чтобы было понятно. Естественно, разница, ну я думаю, даже сейчас, да, разница колоссальная, одно дело, когда свет профессиональный, одно дело, когда свет направленный, другое дело, когда это обычная люстра, и когда делаются какие-то большие проекты, интересные проекты, всегда очень тщательно продумывается освещение в зале, и вам не стоит об этом забывать, дорогие невесты, которые готовятся самостоятельно, потому что я понимаю, что для вас это темный лес, и, возможно, вы даже не знали об этом, напишите, знали, не знали, мне очень важно сейчас получить от вас обратную связь.